Девушки отдыхают Ясно И это надо было делать ночью? Да, сеньор, потому что цифровые операции прерывать нельзя К тому же я был на предприятии не один Вот как? Нет, сеньор Сеньор Эстебен и сеньорита Вальбуэна оставались здесь допоздна Я не знаю зачем Им это нужно было Черт возьми, мой брат не понимает Не понимает Что мы здесь делаем, дон Эстебен? Я же сказал, мне надо забрать одну вещь, Глория Но это же аэропорт Вы мне не сказали, мы слишком далеко от офиса Я так опоздаю Что вы делаете? Лоренцо? Как дела? Это Эстебен Марин У нас сеньорита Вальбуэна очень срочное дело И скорее всего мы задержимся Никаких проблем? Ясно Да, хорошо, хорошо Я ей передам Спасибо, всего доброго Сеньора Доля Пава просил не волноваться и продолжать веселиться Что значит веселиться? А я вам еще не сказал Глория, сегодня одна ваша мечта станет явью Какая мечта? Хотите узнать? Следуйте за мной Дон Эстебен, подождите Я с вами? Снова я им нужен Не могут оставить меня в покое Алло Эстебен, я могу узнать Какого черта вы с Глорией Вальбуэна делали в офисе ночью? Я просил тебя держаться от нее подальше Привет, Сильвио, как дела? Все так и было, мы работали Не считай меня идиотом, ладно? Хорошо Она работала, я остался за компанию Ничего такого не было Только сигнализация сработала и приехала полиция Это оплошность охраны, но ведь ничего не случилось Или что-то украли Только не говори, что похищен твой антиоксидантный аккумулятор Это было бы трагедией Это отчет для совета директоров Я сам его подготовил Похоже, все в порядке Только скажи этому бездельнику Чтобы не присваивал чужую работу Документ подготовлен сеньоритой Вальбуэна Пока, Сильвио, у меня срочное дело Всего доброго Постой, Эстебен Я слышу шум двигателя самолета Ты где? Войдите Можно? В какой-то момент я подумала, что мой союзник умный, зрелый человек Вы меня очень разочаровали, Борис Простите, я не понял, о чем это вы? Мы кое о чем договорились Вы должны были заняться Глорией, а я Эстебеном Вы не выполнили уговор Я могу все объяснить Я допустил ошибку в расчетах Но, слава богу, я исправил все Вот как? Да И как же вы ее исправили? При помощи вот этого Что это? Это видеозапись всего, что произошло здесь вчера Возьми ключи, Вильсон Здравствуйте Что сказал ваш брат? Чтобы я не волновался, что все хорошо пожелал, счастливого пути Счастливого пути, сеньор? Познакомьтесь с Фениксом Нашим семейным самолетом и нашим транспортом на сегодня Эстебен сказал нашим транспортом на сегодня Я всегда говорила Он был и остается экспертом по обольщению женщин Похоронное бюро Конечно, самолет произвел на меня впечатление Несмотря на свой страх, я решила лететь с ним И я и представить не могла, какой катастрофой все закончится Нет, я не могу, Дон и Стебен Я... Я не могу, потому что... А самолет очень красивый Можно потрогать? Конечно, можно потрогать и подняться на борт И осмотреть его внутри, Глори Здорово Я впервые стою так близко От подобной машины Я никогда не летала Я правда могу Подняться на борт Да, только осторожно И знаете Сегодня вы можете сделать не только это Но и стать пилотом, если захотите Дон и Стебен Как вам такое в голову пришло? Я не сумею Я только раз водила Это был трактор Вы не представляете Я его разбила Я погубила посадки валерьяны наших соседей И знаете Папа меня тогда чуть не убил Но трактор сильно отличается от самолета И кто знает Возможно, в небе у вас получится лучше, чем на земле Это невозможно Может, стоит убедиться? Нет Идем, идем Внутри гораздо интереснее, чем снаружи Нет, Дон и Стебен Нет, не стоит Доверьтесь мне Хорошо Идемте, осторожно Юбка Моя юбка Дон и Стебен А вы умеете на нем летать? Знаете, Глория Я вам признаю, что для меня это будет впервые Что? Не волнуйтесь, на всякий пожарный Там сзади есть парашюты Нет, нет Я выхожу, я отсюда ухожу Глория, я пошутил Я налетал больше двухсот часов Это мое любимое хобби Мне нравится летать А я думала, вам нравится теннис Это мое второе хобби Дело в том, что у меня много увлечений Как-нибудь я приглашу вас Полетать на параплане На парачом? Как страшно, Господи Пресвятая Дева Он движется Да, Глория, он движется Собственное, то он и должен делать Рука мне понадобится, чтобы взлететь Извините, конечно О, Господи Нет, это доказывает только одно Что мы неудачники Особенно вы Вы были здесь, в офисе Я же вам сказал Это была ошибка в расчетах Нет, это вас вовсе не оправдывает Сейчас эта дура Ваша дорогая Глория Набирает высоту вместе со Стебаном Надо подрезать им крылья Лапки, в общем Все Хорошо, только скажите Что вам пришло в голову Мне ничего не пришло Я слишком зла А я как раз придумал кое-что Чтобы отрезвить их обоих И что же это, что? Что? Да Что? Хотите, чтобы я рассказал? Хорошо Но вы должны обещать Что больше не будете со мной Так обращаться, оскорблять Да, да Клянетесь? Ну, конечно Клянетесь? Отлично Я думаю, мы можем использовать эту кассету Чтобы добиться увольнения Глории Что? Я с самого начала знала, что Борис Горидо был сумасшедшим неудачником Но в каждом правиле есть исключение В этот день он превзошел все мои ожидания Борис Горидо был недалек А Глория Вальбуэна очень сметлива Но я все же поставила на него Ведь моим заклятым врагом была Глория Вальбуэна И я должна была убрать ее Я не изменю своего мнения Даже если меня будут считать сумасшедшим Соль довольно глупа, что типично для женщин Но у нее было преимущество Хитрость Которая вкупе с моим интеллектом Представляла собой Настоящую бомбу Если Глория уйдет отсюда Она больше не встретится со Стебаном И наша проблема исчезнет Кроме того, Глория не будет ни в чем нуждаться Когда мы поженимся Я дам ей все Ей останется заниматься только домашними делами И своим мужем И все? Повезло же ей А Глория-то знает о ваших планах? Это не обязательно Все женщины любят, чтобы их содержали Да, верно Я на самом деле считаю ваш план прекрасным Особенно в том, что касается Глории Думаю, ее увольнение И мне поможет Что ж, отлично Хорошо, Борис Прекрасно Большое спасибо, Соль Но сейчас главное сделать так Чтобы Дон Сильвио обо всем Узнал Это Я возьму на себя Глория, откройте глаза Так вы ничего не увидите Нет, у меня сердце в пятки ушло Доверьтесь мне Надо же Просто не верится Я лечу Невероятно Видите, я знал, что вам станет гораздо лучше Это самое лучшее ощущение на свете Дона Стебан Даже кажется, что можно Отдохнуть на этой точке Здесь так красиво Так красиво Посмотрите Дома такие маленькие Что кажутся Совсем игрушечными Я рад, что вам понравилось, Глория Это самое прекрасное, что было в моей жизни Дона Стебан Спасибо вам Винстон, господи Что с тобой случилось? А что? Ничего Ничего, синьора Гладис Ничего Ты такой бледный Если тебе потребуется переливание крови Ты можешь рассчитывать на меня И на меня я готова дать свою кровь, если нужно Все не так страшно Успокойтесь, родные Я и не думал, что этот парень так быстро Расположит вас к себе Мой птенчик Дело в том, что Винстон такой услужливый Он нас охраняет и защищает Он все время при нас А хорошее Всегда надо ценить Правда, детка? Я согласна Что ж, в этом и заключается его работа Да-да Генерал, совершенно прав вы Винстон Не принижай себя Мы помним все хорошее Да, мы все помним Помним все хорошее Но надо признать, что парень нуждается в отдыхе Да, Вальбойна? Да-да-да Правда? Да Я еще позвоню, чтобы узнать, как ты И что тебе нужно До свидания Пошли Идем Сан Антонио всегда слышит мои молитвы Спасибо До свидания, генерал Винстон Я потом еще зайду и позабочусь о тебе Как нужно Мой птенчик Подожди меня Я забыла сумку Мой бычок Я еще вернусь и покажу упражнение Которое поставит тебя на ноги Мой вин Вальбуа Нин Пингвин О, господи Надо же Бедняга Винстон Он плохо выглядит, да? Да, бедняжка Ну все, хватит о нем говорить Этот парень скоро поправится А сейчас Лучше возьмите машину И поезжайте Домой А ты разве не едешь с нами? Ну все так хорошо Закрой багажник Папа Нет, нет, нет Мне надо забрать пакет Я сейчас Ты надолго? Возможно Ладно, мой птенчик Не важно Занимайся своими делами Сколько тебе понадобится Встретимся дома, да? Да, дорогая Да Да Пока, папа Я люблю тебя И я тебя тоже Не понимаю Абсурд какой-то Кто оставил эту гадость На моем столе? Так, посмотрим На долгую память Я люблю тебя, Марий Пас Невероятно Не могу поверить Что себе позволяет Эта толстуха? Привет, Борис Вам понравился мой подарок? Марий Пас Я был так занят Глорией и Эстебеном Что совсем забыл О своих проблемах Столстухой Марий Пас Я подозревал Что она знала Кто накануне Спровоцировал кризис Системы на предприятии И что она непременно Использует это Против меня Если я не буду С ней милым И мне пришлось Притвориться влюбленным И играть свою роль В этом театре жизни Подарок Да, конечно Я в восторге Это очень приятно Так мило С вашей стороны Это очаровательно У вас Отличный вкус Кто это сделал? Я могу вам признаться Марий Пас Да Дело в том Что ваш подарок Мне так понравился Даже не знаю Он проник мне Прямо в душу Мое волнение Как бы передалось ему И Раз Он полетел По воздуху Как живой И вдруг упал Да, я поняла Он нравится вам? Очень, Марий Пас Очень Идите сюда Этот медвежонок Просто чудо Марий Пас Он такой милый Но мне надо работать Вы же знаете Время поджимает А работы Не в проворот Борис Да Можно вас спросить? Спрашивайте Может Мы Пообедаем Вместе Дело в том Что я принес Обед с собой И собирался Перекусить Здесь Я поэтому и спрашиваю Я тоже принесла Обед с собой Мне бы очень хотелось Чтобы мы Пообедали Втроем Давайте Поступим так Я чуть позже Сообщу Получится у меня Или нет Хорошо? Хорошо Я буду ждать С нетерпением Пока Пока, Марий Пас Пока 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 Какая гадость Я развелся с Глорией Но все равно буду считать Что на свете нет ничего лучше Чем сделать счастливым Любимого человека Полет Им я всегда Наслаждался В одиночку Но с ней Я ощутил Что счастье существует Я бы с радостью Остался жить с ней Там на облаках Но Глория Всегда старалась Меня приземлить Как например 31 декабря Когда она Заставила меня упасть Самым Ужасным образом Донни Стебан Почему вы это делаете? Потому что я люблю летать Мне это с детства нравится Наверное из-за того Что не чувствуешь земли под ногами Мой брат Сильвию Говорит Что это в моем характере Я говорю не о полетах вообще Я спросила Почему вы полетели Со мной? Я хотел Чтобы вы были счастливы Глория Вы сказали Что у вас есть мечта Полетать А я считаю Что мечты Должны сбываться Особенно если есть такая возможность Я мог помочь вам Исполнить мечту Я ведь ничего не испортил Верно? Я думаю Что я доставил Вам Удовольствие? Да, конечно Ради меня Никто еще ничего Подобного не делал Спасибо вам Серьезно? А почему это вас удивляет? Да потому что Такой замечательный человек Как вы Должен уже привыкнуть К тому что Все мечтают Его осчастливить Это Не мой случай Уверяю вас А я вас уверяю Что мог бы Сделать вас счастливыми Что это? Что это там? А если это Летающая тарелка? Дон и Стебан Это другой самолет Глория Очень жар Было бы здорово Пообщаться С неопознанным Объектом Так кажется Говорят Думаю Со мной Это уже случилось Сара Я сожалею Никто не хотел Убивать Твоего мужа Сара Поверь Тито? Армандо С тобой С тобой все в порядке С тобой все в порядке? Как видишь В порядке Да не совсем Представляешь Вчера я проснулся дома Но не помню Как добрался Ты серьезно? Конечно Последнее что я помню Это как я подрался С этим идиотом Твоим Вестовым Но с этого момента Картинка в моей голове Стерлась Тито Ты был там Ты должен знать Что случилось Да Да Конечно Конечно Ты потерял Над собой контроль И Да Скажи Скажи Что паршивец Получил по заслугам Да Конечно Армандо Ты здорово Ему нападал Показал Кузькину мать Ты его просто Измолотил Армандо А потом Устал Видно И потерял Сознание Да 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 Я привез тебя сюда К тебе домой Я хотел с тобой остаться Но мне надо было Ехать в госпиталь Отвозить солдата Ты ведь его до полусмерти избил С ним уже ничего нельзя было сделать Брат Ты настоящий друг Ты помог мне наказать Этого негодяя Любовника моей жены Спасибо тебе Тито Моя честь восстановлена Навсегда Конечно Конечно Армандо Да Что ж Я проезжал мимо И решил узнать Как ты Вижу Что ты в отличном Состоянии Ну Ладно Я пойду Спасибо Друг Тито Да Честь имею Честь имею Спасибо Не хочется Тащиться домой В такой чудесный день Ты права Лично мне хочется Совсем в другое место Мне тоже Я пожалуй съезжу К своей подруге Кате Мы давно с ней Не виделись А я в торговый центр Он как раз здесь Недалеко Ты поезжай к подруге Не беспокойся Тито Я ничего не скажу Ладно Я не скажу Что ты была В торговом центре Ладно Пока Пока Наконец-то Я от нее отделалась А теперь Вальбуэн Мой пингвин Я полечу к тебе Винстон Жди Я уже бегу Такси Побыстрее В госпиталь Привет Мой бычок А где генерал? Генерал на одном из совещаний Которые он придумывает Для отвода глаз Вы это О чем? О его игре в карты И пока он в них играет Мы можем заняться Другими вещами Какими-то вещами? Не знаю Может поиграть В медсестру В медсестру? А как в нее играют? Ты притворяешься больным А я выясню Где у тебя болит Сильнее всего А я на самом деле болен И притворяться мне не надо Да Но игра мне нравится Да Только осторожно А то мне свечку поставили Бедняжка Войдите Вам удобно, дон Лоренцо? Синьор, я тут изучаю динамику продаж новых аппаратов Сделайте копию документа, который вы передали мне утром Да, синьор С большим удовольствием Я бы, конечно, Глорию попросил Но ее нет Вы не знаете, где она? Мне позвонил дон Стебан И сказал, что ее не будет все утро Как можно так поступать? Я подумал то же самое Как можно так поступать? Это уж слишком Но, как говорится, где командует капитан Матрос молчит Я тут просто бессилен Я говорю об Эстебане И ты еще не все знаешь Держать под контролем такую машину, наверное, сложно, да? Вы хотели бы попробовать? Надеюсь, вы это не всерьез говорите Очень даже всерьез Дайте мне руку Дайте руку Держите штурвал Так? Так Отлично Отлично Уверенно и спокойно Нет, дон Стебан Мы разобьемся Не волнуйтесь, не надо Держите штурвал крепко Думаю, с меня уже хватит Глория, вы управляете самолетом Хватит, прошу вас Хорошо, хорошо Все Ну, как? Невероятно Винстон мне не поверит Нам надо чаще это делать То есть Я Не это хотела Сказать Глория, а я рад вашему предложению Я обычно летаю по воскресеньям И был бы счастлив, если бы вы летали со мной Господи Я ничего не трогала, клянусь Глория, успокойтесь Что происходит, дон Эстебан? У нас техническая неисправность, Глория Держитесь О, нет Это правда, что перед смертью вся жизнь проходит перед глазами И для меня это было ужасно, потому что она просто промелькнула Мне было 25 лет, и в этот момент я поняла, что ничего не сделала И что назад пути нет И этот удар был для меня пострашнее того, что позже пережил наш самолет Дон Эстебан Эта штука больше не крутится Это плохо? Диспетчерская У нас технические неполадки Нужно место для экстренной посадки Феникс-1, говорит диспетчер Видим вас на мониторе Ближайшая площадка 30 градусов На юго-восток от горы Конец связи Мы не дотянем, слишком далеко Дайте другую площадку Феникс-1, единственная возможность совершить посадку Диспетчерская, ответьте Диспетчерская, это Феникс-1, ответьте, ответьте Господи, Боженька, помоги нам, пожалуйста Боженька, помоги нам Боже, помоги Глория, спокойно, я поищу место для экстренной посадки Где Дон Эстебан? Тут одни деревья Дон Эстебан, осторожно Отец наш небесный, Господи, прости меня Я не хочу умирать Спокойно, Глория, спокойно Отче наш Чуть пониже, сестра Еще ниже В груди? Да, в груди, только ниже Винстон Это Виктория Что делаете, где мне спрятаться? Винстон Спрячься быстро Да, дай подумать, где Да прячься Привет Виктория Глэдис Что ты здесь делаешь? Господи, Боженька Я не хочу умирать Глория, я вижу поляну Среди деревьев Я совершу посадку Обнимите ноги и закройте руками голову Мне понадобится ваша вера Все будет хорошо Обещаю, Глория А теперь сделайте, как я прошу Давайте Уже Понимаешь Винстон стал для меня как сына Материнский инстинкт Заставляет меня заботиться о нем Хотя Твой папа Мне и запрещает И ты надеешься, что я поверю в твои россказни, Глэдис Мне 18, а не 8 И я уже понимаю, что к чему Что, к чему? Все так, как я тебе объяснила А мне кажется, что ты врешь Посмотри Какая ты растрепанная Нет, Вики, просто Винстон почувствовал себя плохо И попросил меня принести лекарство Я за ним пошла и упала Поэтому ты застала меня в таком состоянии Но я сейчас приведу себя в порядок И причешись заодно Да-да Конечно Виктория, кстати, а что ты здесь делаешь? Ты ведь к подруге собралась? Откуда у тебя эта кассета соль? Охранники передали Они уже налюбовались тем, как проводят время твои работники Как Глория Вальбуэна Уму непостижимая, Стебен затащил Глорию в архив Чтобы заняться с ней неизвестно чем Нет, Сильвио, назовем вещи своими именами Это Глория затащила Стебена в архив Чтобы заняться с ним известно чем Уверен, что это по вине Стебена Ночью сработала сигнализация Глория свела его с ума Он распустился Поэтому, Сильвио, надо что-то делать На этот раз нужно действовать прежде, чем будет уже поздно Да, я вынужден положить этому конец Если Стебен не может вести себя как взрослый Рядом с Глорией А Глория ему потакает Значит, Глории Вальбуэна придется уйти Другого выхода нет Лоренцо Найди Ангелу немедленно И скажи ей, чтобы нашла моего брата и Глорию Вальбуэна Срочно Да, сеньор Семь минуты, извините, сеньора Вы уже готовы, Борис? Готов К чему? Чтобы пообедать вместе Мы ведь договорились Да, верно, Мари Пасс Дело в том, что у меня совсем времени нет Неважно, мы пообедаем с такой скоростью, которая подходит вам Как насчет 550 мегагерц Видите, я уже научилась компьютерным анекдотам Теперь нам будет легче общаться Да, это здорово, Мари Пасс Отлично Но у меня и пяти минут на обед не осталось Нет времени В чем дело, Борис? Вы не хотите со мной пообедать? Нет, Мари Пасс, дело не в этом просто Я хотел бы сходить с вами в другое место Вы хотите сводить меня в ресторан? Тогда я не возьму с собой коробку Нет, лучше взять ее с собой Да? Да, да, идем Идем Это так чудесно, Борис Вы пригласили меня пообедать Оставь свою паранойю Глэдис просто дома у Кати Никого не оказалось Вот я и подумала, а куда теперь? И решила проверить, как дела у бедняжки Вальбуэна Ты меня сейчас обманываешь, да? Нет, Глэдис, как ты можешь? Если ты мне не веришь, я сейчас же поеду домой Отличная идея Это самое лучшее, что ты можешь сделать Ты что же? Со мной не поедешь? Зачем тебе оставаться? Чтобы ухаживать за Винстоном Значит, ты можешь делать, что хочешь Послушай, Виктория Ты еще учишься в колледже А я уже нет Боженька, пусть они не узнают Пока я отсюда не вышел Дон Esteban Дон Esteban Дон Esteban Надо было бросить его в горах, и все Но несмотря на то, что я была страшно перепугана И вся дрожала от перенапряжения Я все же вытащила его из самолета И дотащила до более безопасного места И это еще не все Я как дура молилась, чтобы он пришел в себя Дон Esteban 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 Сеньор Сеньор Глория Вы в порядке? Вы не пострадали? Нет Я не знаю, что бы со мной было, если бы с вами что-нибудь случилось, Глория Не говорите так Это несчастный случай Вы ни в чем не виноваты Как вы себя сейчас чувствуете? У вас на лбу кровь Вот здесь Я ничего не чувствую, Глория, прошу вас, скажите А с вами все в порядке? Вы уверены? Уверена Где-нибудь болит? Нет Вставайте 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 Обопритесь На меня Что это? Какое красивое место Борис Тут чудесно Правда, я думала, что мы в ресторан пойдем Нет Зачем? Нет Нет ничего лучше, чем пообедать в парке и среди природы Которой можно любоваться и наслаждаться Вы так изысканно говорите, Борис И место очень красивое Мы как будто у моря не хватает только кокосов Чудесно Кокосов? Да Кокосов Здесь очень красиво, Борис Я вами восхищаюсь Да, почему? Потому что вы такой пунктуальный Методичный Умный Мне хотелось ее задушить Я бы оказал услугу человечеству Мне бы медаль за это выдали, как минимум Но сначала я должен был выяснить, что она обо мне знала И для этого Я должен был продолжать эту игру Спасибо за похвалу, Мария Пас Но, может, нам лучше поесть И посидеть в тишине Так будет лучше Нет проблем, Борис Мы можем использовать язык взглядов Ну, что скажете? Ешьте, ешьте, а то остынет Я никогда не забуду наше первое свидание Это так романтично Да-да, вы ешьте, ешьте Диспетчерская, говорит Феникс-1, ответьте Диспетчерская, говорит Феникс-1, вы меня слышите? Ответьте, диспетчерская, это Феникс-1, ответьте, ответьте Не может быть Чего не может быть? Чтобы рация тоже не работала, Глория В этом самолете вообще было что-нибудь исправное? Не надо так, Феникс многие годы служил нам верой и правдой Конечно, и поэтому мы упали Не думаю, что ваши нападки на самолет справедливы А чего бы вы хотели, чтобы я нападала на пилота? Не знаю, но вы говорили, что я не виноват, Глория Простите, мне стыдно, что изменила свое мнение после того, как самолет разбился Ну все, успокойтесь, пожалуйста А как? Как я могу успокоиться? Если мы даже не знаем, где находимся Пройдет много дней, прежде чем нас найдут А кроме того, сотовое вашего производства, как всегда, не работает Что будем делать, Дон Эстебен? Что мы будем делать? Во-первых, вы перестанете звать меня Доном Эстебеном, хорошо? Мне кажется, что после того, как мы попали в аварию и остались живы Я как минимум заслуживаю, чтобы вы звали меня по имени Эстебен Ситу, что мы будем делать? Ждать, когда нас найдут, Глория Да Не думаю, что будет правильно блуждать в этом районе Прекрасно А пока я займусь вот чем Пойду, наберу немного хворосту, ночь наверняка будет холодной Если, конечно, вы не предпочтете согреваться другим способом Тогда мы сможем залезть в один спальный мешок И согревать друг друга теплом наших тел Говорят, что этот способ еще более эффективен Если снять одежду Что скажете? Лучше я пойду с вами собирать ветки Глория, я не дам вам упасть То же самое вы говорили перед тем, как мы упали в горах Но ведь это же правда Еще одно Ладно, думаю, этого достаточно Дон Эстебан Дон Эстебан Эстебан Господи Эстебан Эстебан Вы меня напугали Я здесь Это вы меня напугали Мы не должны разделяться Надо держаться вместе Иначе можно потеряться Я был здесь Нашел ручей Из него можно воды набрать Думаю, нам лучше вернуться Не хочу, чтобы нас застала ночь Ведь мы не знаем дороги Хорошо, но сначала наберем воды Какой же упрямый Что? Ничего, надо поспешить Идем Это здесь Если предположить, что Глория и Эстебан поехали заключать сделку Я не понимаю, почему они так задерживаются Они не приехали, не звонят и не отвечают на звонки Что могло случиться? А ты не понимаешь? Что, Соль? Говори прямо, прошу тебя Перестань Эстебан известный Казанова А девчонка обычная выскочка Которая мечтает только о быстром повышении И сделать это она хочет при помощи Эстебана Марина Только потом не говори, что я тебя не предупреждала Эстебан неисправим Я категорически запретил ему с ней связываться Это вопрос этики Виновата Глория Когда не появится, я все скажу Мое предприятие не дом свидания Сильвио Думаю, пора тебе подписать приказ об увольнении Глории Вальбуэна Извините, сеньор Ничего Дома у них никто не отвечает Сотвы и не работают Я узнала только один факт О нем мне сообщил привратник отеля Что за факт? Он слышал, как Дон Эстебан говорил, что едет в аэропорт вместе с сеньоритой Вальбуэна Глория, только не говорите, что боитесь Вы же выросли в деревне Именно поэтому я знаю, что когда ночь застает посреди леса Это плохо, Эстебан Пожалуйста, идем Хотя бы раз в жизни Послушайте меня Глория, поймите, если я всегда буду вас слушать, вы избалуетесь Чуть что не так, будете дуться на меня Что ж, вы сами скоро убедитесь, что я была права А может, лучше искупаемся? Нет, я шучу, Глория Мы уходим Но хотя бы умыться я могу Хорошо Не хочу сказать ничего плохого, но вам тоже не мешало бы ополоснуться Что случилось? Вам не хорошо? Какая-то странная боль вот здесь Ну-ка Нет-нет, все уже в порядке, не волнуйтесь Глория, пожалуйста, сейчас не время стесняться А если там рано, давайте я посмотрю Нет Глория, прошу вас Ну ладно Нет-нет-нет Что? Нет, ничего, не волнуйтесь, небольшой ушиб Здесь синяк, но припухлости нет А теперь дышите Дышите Больно? Нет А когда вот так трогаю? В чем дело? Мне не больно, просто щекотно Ну что ж, извините Давайте Лучше пойдем Да, идем Да Позвольте вам помочь Откуда мы пришли? Оттуда Оттуда Оттуда? Нет-нет, оттуда Да нет Оттуда Глория, женщины даже не различает, где лево, где право, за мной Что это такое? Посмотрите на него, почему вы так говорите? Эстеван всегда был упрямым И, конечно, случилось то, что и должно было случиться Мы заблудились Мы потерялись в горах И понятия не имели, где находимся Было опасно оставаться там ночью Но именно так и вышло И знаете Эта ночь была незабываемой Не только из-за аварии, но И из-за того, что произошло между нами Теперь наши отношения уже не могли оставаться прежними Субтитры создавал DimaTorzok